Привет, друзья! С вами Макс. Добро пожаловать на очередной блог! Сегодня непростой день. Сегодня день, когда Аргентина стала чемпионом мира по футболу. Аргентина стала чемпионом. Последний раз Аргентина становилась чемпионом 36 лет назад, в 86-ом году! 36 лет назад! Меня еще не было в это время. Поэтому для Аргентины это просто какой-то, не знаю, безумный праздник. Что это? Кто-то играет на огромном барабане на балконе. Обалдеть! Полиция перекрыла улицу. Теперь по этой улице идут люди. По этой улице теперь идут люди. И все идут в центр. Центр находится там. Вообще, посмотрите, машин нет. Дорога перекрыта. В этом видео я хочу показать вам, как выглядит Буэнос-Айрес после победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Мы идем в центр. Там будет все самое интересное. Но транспорт никакой не работает, естественно. Слишком много людей. Поэтому идем пешком, смотрим на город и на болельщиков. Огромная толпа людей движется по улице. Улица перекрыта для автотранспорта. То есть машины здесь не ездят сейчас. Прикольно, что все люди вышли на улицу. То есть не только молодые люди, какие-то футбольные фанаты. Но вообще все. Дети, взрослые, старики. То есть просто все-все-все. Все объединились в этот момент. Для всех это такой день победы, день объединения. Очень весело. Люди поют песни. Атмосфера очень-очень кайфовая. Это вратарь. Вратарь сборной Аргентины. Во многом благодаря вратарю Аргентина сегодня выиграла. Мартинес, молодец! Это улица перекрыта. Но улицы, которые идут перпендикулярны, не перекрыты. Поэтому машины могут вот так проехать. Но это очень сложно. Потому что все люди идут по этой улице. Короче, я думаю, что все те, кто не любят футбол, сегодня просто ненавидят все. Потому что транспорт просто перестал работать в Буэнос-Айресе сегодня. Ты можешь только идти. Ты не можешь ехать. А станции метро ближайшие не работают. Потому что ну просто слишком много людей. Буэнос-Айреса Пожилые болельщики тоже хотят принять участие в этом празднике. Они выходят на балкон и все люди с улицы кричат им, приветствуют их. Это очень-очень мило. Сейчас мы вышли на проспект 9 июля. Это один из главных проспектов города, который ведет к обелиску. А обелиск — это центр мероприятия. Все идут туда. Мы почти дошли до обелиска. Обелиск — это тот центр, где будет происходить самая жесть. То есть, самый большой праздник. Вот эта длинная штука с крышей — это место, где останавливаются автобусы. И туда, на крышу, сейчас забираются люди. Это безумие. Просто ребята подтягивают своих друзей, да и не только друзей, всех подряд. Они просто подтягивают и затаскивают на крышу парней, девушек, кого угодно. И потом также спускают. Справа находится здание оперного театра. Театр Колонн или Театр Колумба. И на этом здании повесили огромную футболку аргентинской сборной. Подойти к обелиску ближе становится сложнее, потому что людей очень-очень-очень много. А вот этот чувак меня вообще покорил. Он забрался на светофор, его облили пеной, затем он начал чертить какие-то странные символы на своем теле. А потом... В порыве эйфории он начал насиловать светофор. В самом центре, конечно, происходит что-то невероятное. Просто все кричат, радуются, прыгают, что-то взрывают, пьют, что-то едят. Это... забираются на фонари, на эти... на светофоры, на крыши. Короче, это жесть. Весь город просто сошел с ума. Ну, в таком хорошем смысле. Скорее, в хорошем. А мы сейчас уже идем назад, потому что... Ну, потому что уже второй час мы ходим по городу, везде толпы, люди кричат, все весело. И хочется сейчас немножко тишины, поэтому мы пришли в парк, небольшой парк. И хотим здесь побыть немного, а потом уже пойти домой. Эмоций очень много. Наверное, у аргентинцев гораздо больше... Оля! У аргентинцев гораздо больше, наверное, эмоций, но сложно понять их эмоции. То есть у меня сильные эмоции, но у них, наверное, в 50 раз сильнее эмоции. Матч был очень напряженный, действительно. Сначала Аргентина выигрывала 2-0, потом стало 2-2, потом 3-3. То есть весь матч ты был в напряжении. И это, на самом деле, очень круто, потому что... Что такое футбол? По крайней мере, для меня? Это эмоции. Это действительно сильные эмоции, когда ты болеешь за команду, когда ты переживаешь за команду, ты поддерживаешь команду. Конечно, мы с Юлей болели за Аргентину, бесспорно. И она выиграла, и это круто! Поэтому у нас было такое эмоциональное путешествие. Первый матч Аргентина проиграла, были определенные эмоции. Потом Аргентина выиграла, потом была ничья. И это было такое эмоциональное путешествие. Поэтому я, честно говоря, хочу поблагодарить Аргентину, сборную и вообще футбол, потому что, ну, это действительно непередаваемый опыт этой эмоции. Что ты думаешь, Юля? Это совершенно невероятно! Это первый раз в моей жизни, когда я смотрела от начала чемпионата до конца и болела за какую-то команду. И я поняла, почему люди смотрят футбол. Да, да, это не просто игра с мячом, это эмоции!